Всем привет, вы на канале СуперКит. Так же как и SSD из позапрошлого видео, в комп, о котором будет следующее видео, понадобился и винт. Сам винчестер продается в обычном антистатическом пакете. Жесткий диск покупался на замену винту в 500 гигабайт, думаю на 1 терабайт с головой, поэтому выбирая из имеющихся вариантов компьютерных винтов на 3,5 дюйма, остановился на вот таком харде от фирмы Тошиба. Поскольку емкость пластины выросла с эволюцией развития жестких дисков, то интересно посмотреть с какой максимальной линейной скоростью работает данный винт. Так же немного ознакомиться и с другими параметрами. Предлагаю подключить и переходить к тесту. Естественно, сначала инициализация диска пока что будет единственный раздел, но позже я обязательно поделю на несколько локальных дисков. Как ни крути, а так намного проще следить, как и чем заполняется диск, чтобы своевременно удалять ненужные файлы. По факту получается 931 гигабайт. Стандартная настоящая доступная емкость для пользования. Связано это с маркетинговыми многоходовочками, когда в разных системах исчисляют емкость. В одном случае, когда нужно знать, сколько доступно к реальному пользованию, нужно делить на 1024, чтобы получить новые приставки, которыми обозначается величина, например, гига, терра, мега. А в другом случае, более привычном, нам делят на 1000. Так поступают маркетологи, чтобы завысить реальный объем. Вот и получается коллизия и разные объемы по факту. Что же касается самого винта, то брака нет. Такие вот параметры смарта об этом говорят. Также добавлю, что жесткий диск имеет такие характеристики. Скорость вращения здесь 7200 оборотов в минуту. Буфер 64 мегабайта. Естественно, винт имеет SATA интерфейс, в данном случае стандарт SATA 3. Потребляемая мощность в режиме ожидания 3,7 Вт, а в режиме чтения или записи 6,4 Вт. Производитель предусматривает 300 тысяч циклов парковки головок. Также можете сами наблюдать шумовые характеристики в работе и в простое. На сайте есть ссылка, по которой подробный обзор модели на 3 терабайта. Там указывается, что у 3 терабайтника 3 пластины. Логично предположить, что у 1 терабайтника 1 пластина. Вес винта оценивается производителем около 450 грамм. На самом деле чуть меньше. Также для оценки состояния у компании Toshiba есть собственная программа, которую можно скачать на их сайте и которая показывает, что с диском все ок. Программа HDTune отлично показывает скорость чтения по всей поверхности диска и можно увидеть абсолютно характерную картину для HDD с уменьшением скорости работы при приближении к осевому центру диска. Конечно, в наше время мучить диск, устанавливая на него ОС, смысла нет. Да и несмотря на относительно высокую линейную скорость чтения и записи объемных файлов на винчестере, все равно по производительности харты рядом не лежал с SSD, потому что производительность определяется совсем другими параметрами. Ну и взглянуть на скорость до супа. В CrystalDiskMark можно доубедиться, что несмотря на скорость в 200 мегабайт в секунду, винт существенно будет проигрывать производительности для ОС перед SSD. Также покажу немного отзывчивости секторов с помощью программы Victoria. Весь тест показывать не буду, он очень длинный и утомительный, а вот тенденцию взглянусь смысл есть. Ну что же, подводя итоги, хочется отметить достаточно тихую работу винта, хотя я предпочитаю 5400 оборотов, но как ни странно, те винты, которые были близкие к такой ценовой категории, как этот, все были 7200. Скорость при чтении крупных файлов колеблется от 100 до 200 мегабайт в секунду в зависимости от физического места на магнитном блине. Надеюсь, винт не подведет, отзывы на него весьма неплохие. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!